Резать нашу трансляцию, потому что тут надо бан дать. Так, и у нас дубль 2. Начало записи, какой-то лай включается. Классно. Так, ну что у нас, четвертьфинал. Мы смотрим, все четвертьфиналы играются одновременно. Мы смотрим четвертьфинал. Мэндик против Москва 5, Бразилия против России. Так, что-то мне непонятно, это вообще пистолетка или нет. В общем-то на сервере вижу только троих игроков в Мэндик. Но судя по тому, что Хек стоит на месте и не суверится, да, это не лайф совсем. Так, что тут у нас в чатике? В чатике у нас все тихо. Заходит, заходит постепенно Мэндик. Все, все 5 игроков на сервере есть. И значит, буквально с минуты на минуту начнется игра. За кого будем болеть, скажите? Ну, это при условии, что я Ванга сегодня. То есть я хочу, чтобы выиграли Москва 5. Скидки. Ну вот за кого мне болеть? За Москва 5 или за Манни? Так, в чате обнаружились хейтеры Москва 5. Я просто их вижу. Звук прибавить не слышно. Кого не слышно? Все слышно. Ребята, что вы придумываете? Я прям, можно сказать, ору в микрофон. Так. Офигеть, Драмер был прав. Насчет чего я был прав? Даже интересно. Так. А, Драмер был прав, зек. Ну. Собственно, нашли с кем спорить, как говорится. Так. Сейчас мы вот так вот чат вернем на место. И... Да, все хорошо. Вот теперь я не делал громче. Теперь я громко. Ну, хорошо, давайте сделать чуть-чуть потише. Вот так. Так, давайте так. Мы за М5, а ты за Мандик. Окей. Идет. Все, по-моему, Москва 5 уже готова. Все тут носятся по карте. Веселятся, развлекаются. Стало громче, чем было. Давайте вот еще чуть-чуть потише сделаю. Видимо, там, бразильцы устроили обнимашку или что-нибудь. Танцуют... Танцуют сумбу... Сумбу... Румбу, самбу... Или у них урок Капуэйры. Сейчас посмотрим, как они... Как они настроились перед игрой против Москва 5. Дамер, заводи. Отлично. Что-то, мопед какой-нибудь, что ли, чтобы его заводить. Теперь тихо. Это... Как я оцениваю игру Манки? А, если честно, я еще не видел, как они играют вообще ни разу. По результатам, как бы, очень сложно оценивать игру. Это неблагодарное, неблагородное дело. Москва 5, ready. Эдик номер 10. Все, у нас лайв. Ура. Москва 5 в атаке. Инферно. Ну что ж. Удачи. Обеим командам. И, как говорится, Let the game begins. У нас от Бразилии сейчас будет поджим банана жесткий. Нет, просто тупо четвером на B. Ну, хорошо. Смотрите сами. Так, раш B. Отмена. И перетяжка под A. Сейчас тут Михаил Стеллеров уже у ковров. Сейчас будет выпрыгивать. Если, хотя... Нет, наверное, не будет выпрыгивать. Просто, просто на чек. Да, да, да. Он сейчас будет отвлекать. Это фирменный, фирменный, фирменная пистолеточка от Москва 5. Смотрите. Оп, выпрыгнул, пострелялся. Эх, быстро, быстро. Слишком быстро отдался. Жалко. Опасная ситуация для Москва 5. Надо им забирать сейчас срочно просто игрока. Хороший хая влетает. Очень хороший хая. Интересно. Ой, флокс, 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 флокс. Отлично. Ну, Рома. Рома молодец. Так, хекс с наком. Ну, что, поставит Нак Наку. Не знаю, Нак вообще не чекает Хека. Хек надет. Хек спокоен. Хек первое очко зарабатывает. Вообще, на самом деле, Нак зарабатывает первое очко от Дема Москва 5. Не чек на флокс, дефолтную. Флокс очень красиво сделал. Я, главное, хочу сказать, Фоксу почему-то не дали юсп. Как снайперу команды. Обычно снайперы пистолет, как всегда, с юспами. А тут Фокс, вроде снайпер, из Глок. Так, Драмер, показывай более игроков. Окей. Какой сейчас этап? Это четверть финал. Досян, как топовый, наверное, пистолетчик своей команды с юспом и четыре калаша. Кстати, Москва 5 прилично изменили стиль игры за последние пару месяцев. Если раньше свободным, так сказать, агентом был Эдик, который бегал все время один, где-то там отвлекал, ну, выполнял роль гитрайта такого в команде. То есть сейчас больше на Досю приложилась эта ответственность, потому что, ну, видимо, Доси просто стабильнее. И Доси, по-моему, всегда один фраг сделает. Ну, вот сейчас тут будет заварушка. Кстати, можно как раз Досю, наверное, найти нам. Где у нас Дося? Дося. Оп, Доси, фу, дает много, много, ребят. Нам сейчас будет, будет махать. Так, два калаша отжали. Бразильцы, главное не дать засейвиться. Разу? Не разу. Так. ФНХ, кстати, хорош. Отвлекающий маневр жжет. Какое разрешение у Фокса? Ребята, зайдите на сайт MoscowFive, я думаю, что там все написано. Ссылка на модельки. Ссылки на модельки, к сожалению, нет у меня больше. Есть просто модельки, без ссылки. Я думаю, что потом мы их как-нибудь зальем на сайт в ближайшее время, где вы можете их скачать. 15.0, инфа 100%. Ну, нет, не надо так оценить. Бразильцы, бразильцы и не промахи. Так, нас уже 400 человек. Ну, все равно, как бы мало. Наделся, наделся на больше. Все-таки MoscowFive, Мэндик. Зовите друзей, бабушек, дедушек, мам, пап, собак, кошек. У кого есть свой личный компьютер. Так, счет поставь. А, счет стоит 2-0, ребят. Что ж, что ж вы... Так. Опять вот этот вот бразильский эко-раунд. На картышах у себя на избе. Да, и... Отлично. 3-0. Все смотрят СК-ДТС. Ну, если честно... Я не... Черт, я не знаю. Мне не интересно, играя СК-ДТС. Я просто не люблю СК. Видимо, поэтому. Не знаю, рассказывал я вам или нет, но вот побывав в Швеции недавно на DreamHack'е, я убедился еще раз в том, что... У Fnatic болельщиков, по-моему, в тысячу раз больше, чем у СК. Шведских. Просто, не знаю... СК-гейминг, по-моему, не любит никто там. Это... Это плей-офф или что? Да, ребята, это четверть-финал. World Cyber Games 2011. Здесь закупка бразильская, закупка... Закупка по бразильской системе. Драмер, казахи выиграли? Да, казахи выиграли и вышли на... Румын. Так, ну что у нас тут все? Постреляли что-то на банане, все перетянулись на B. На. Вышли на ребра, задымили арку. Заслепили библиотеку. Ух, сколько слеп-то. Интересные раунды от Moscow Five. Так, Хек найдет там по поинте? А, ну тут Доси нашел по поинте. Хороший заход под зелень. Мне понравилось. Так, бит забирает Хека. Получает в голову тут через стенку. И... 4 в 2, бомба стоит. Ну, бразильцам, по-моему, только остается, что на сейф идти. Так, Ромочка. Ромочка, найдешь или нет в перемычке тут? Оп-оп-оп-оп-оп. Нашел. Молодец. 4 в 0. Роман Макаров, 10 на 2. Moscow Five, конечно, наверное, самая импульсивная из топовых команд мировых. Команда, которая на... Знаете, такой стишок был. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? Из чего сделана Moscow Five? Moscow Five сделана из настроения, характера и... Выспалась команда или нет. То есть, вот... Ну, на 100% команда... Если прет команду, то она выигрывает у всех вообще... Ну, у всех выигрывает. Если не прет, то может слить игру безвольно. Как это было на DreamHack'е против тех же самых Fnatic. Ну, вот расстроились ребята почему-то. Может быть, расстроились по обидному поражению от Na'Vi, которые должны были выигрывать. Ну, команда, конечно, очень все трудные. Стрелки просто максимальные. Трудно найти людей, кто представляет лучше. Но с психологией проблемы есть. Потому что у команды очень сильные. Ну, вроде как, работа была проведена после DreamHack'а. Ребята там вправили мозги им. Это я, конечно, в кавычках говорю. Корейский повар был нанят. Чтобы не было никаких проблем с акклиматизацией, с привыканием к пище. В общем, команда подошла очень серьезно к ВЦГ. Да, вот, ДОСЯ перестреливает в Холлан с АВП. Холлан — один из лучших снайперов мира, да, на протяжении многих лет. Умир от ДОСИ. Вроде совсем не снайпера. 4-4, ситуация. Фокса. Убили. Забрали снайпера в команду. Кстати, ДОСЯ с АВП ходит. Интересная ситуация. Не часто такое увидишь. ДОСЯ пока показывает. Показывает неплохие результаты. С большой зеленой пушкой. Так, забирают еще Эдика, Хека, 2-4 и, по-моему, это 5-1. Ну, правда, тут Роман Макаров может зажечь. Рома такой, знаете, игрок стиля Кибакина. У него, по-моему, вот у него как раз-таки нервов нету вообще. Он так... Ну, у него либо получается, либо нет. То есть он особо не переживает по этому поводу. Рома, чекни малые пески, пожалуйста. Спасибо. Так, Рома забирает у нас НАХА. Да, его в спину ФНХ забирает. И ДОСЯ тут... Ну, ДОСЯ может плент поставить. Это уже будет задача максимум, по-моему, на раунд. Кстати, 1 в 2. Не так все плохо. Эх! Нашел, нашел бит. Бит нашел Досяна. Большое зеленое весло. Ну, практически. Ну что, 1-5. Так, ребят, пишите мне там счет почаще. Скаверирует 6-3 у ДТС, да? А победитель этой пары встретится с победителем пары ДТС-СК как раз. Надо, конечно, подумать, кто из соперников более выгоден для Moscow Fight. Я думаю, что все-таки ДТС. Как-то по последним результатам, если судить, в Moscow Fight все неплохо против ДТС. Но и СК тоже. СК тоже страдают от Moscow Fight частенько. Ни разу еще они им не проигрывали, но там постоянно зарубы просто. На три карты валидольно все. Но ДТС точно не отлетят 2-0. Это я могу 100% сказать. Там будет 2-1. Потому что свою карту у ДТС не отдадут. Первая карта Инферно, да, если я не ошибаюсь. Но Инферно это карта от СК. 100%. Если там Инферно. Ладно, у нас тут тоже Инферно. И у нас тут Moscow Fight против Мэндик. И причем Moscow Fight отдают на раунд. Фокс, один в три. Фокс может. Могет. Да, не везет пока Moscow Fight на тайминге. А, там Dust 2. Dust 2 это точно тогда не... Не СК. Dust 2 это, я думаю, пик ДТС как раз. Лучшая карта. Лучшая карта украинцев. Так, EGG выигрывают у KZ 7-1. Хм. EGG еще могут дойти до полуфинала. Вот будет смешно, конечно. А еще будет смешнее, если ЕСахара выигрывает у ЕСЦ. Вот там я точно посмеюсь. Миксом так, поляков. Ну нет, это, конечно, из разряда фантастики. Все мы это понимаем. Так, ну что, врыв по двадцаткой. Сейчас мы будем наблюдать за тем, как НАГ будет принимать игроков Moscow Five. И... Да, никого он не принял. Фоллун тут забирает Эдика. Так, ну что, бомбу поставили 3 в 3. И, в принципе, главное не вылезать сейчас ребятам из Moscow Five. Но они все равно вылезают. Зачем? Непонятно. Фоллун не промахивается в той ситуации. И что, Фокс 1 в 3. Ох. Да. 3-5. Исахара неудобный для многих соперник. Исахара... Это микс. 100% микс. Да, там ребята, конечно, и чемпионы в ЦГ есть. И Рара, который там просто божил в свои времена. Но... Но нет. Я не верю. То, что Исахара выиграет у ЕСЦ. Потому что я говорю, если Исахара выиграет у ЕСЦ, то Исахара выиграет в ЦГ. 100%. А... Нет. Нет. Так, Фоллун минус Рома. Вот он, лучшая бразильская АВП. Наверное, даже лучшая американская АВП. И севера, и южно. Нужно за ним сейчас последить за его игрой. Тем более, бомбу уже поставили. Я все пропустил интересное. Опять 3 в 3. Опять при поставленной бомбе. У меня дежавю. Просто то же самое все происходит. Так, Фокса забирают. Ну все. Фоллун и забрали. Значит... Значит, раунд взят. Ох, хех, отлично. 6-3. М5 тактики не палят. Разгрома не будет. Кулл-стори, бро. Что я могу сказать. Уже полузакупа у бразильцев. Слишком много раз они отдавались. У нас все-таки Доси отдал брату. Большое зеленое весло, как мне тут подсказывали. Так, и что у нас Фокс будет делать с этим веслом? Фоллун-то у нас без АВП. Перестреливаться не с кем. Тут один бит. Московский бит. Бразильский бит, вот. Не московский бит. Бразильский бит. Начинай болеть за Мэндик. Не. Пока все хорошо для Moscow 5. Будем карму восстанавливать. Болеем за Moscow 5. Ну а шапку мы пока побережем. До более важных игр. Когда нам нужны будут просто раунды. Будем надевать шапку. С красной звездой во лбу. Она точно принесет нам победу. Так, ну что, на плант вышли. Но 4 в 4. Тут можно хорошо грести, если все хорошо закидать. Ну, Хек, зачем ты палишься так быстро? Тебя никто не чекает. Эх, Хек, Хек. Так, минус рома. 2 в 2. Дасян забирает одного. Fallon последний. Fallon забирает Досяна. Начинает диффузить. Но... Ничего он не успеет. Нет. Нет диффузом, сказал Fox и взорвался. Да. 7-3. Все хорошо. Есахар выигрывает у поляков 3-0. Ну, что взяли пистолетку, взяли 2 эка. Я говорю, что французы... Ну, опять же, это к разговорам про Вангу. Французы выиграют. Ой, не выиграют. Так, СК ДТС 11-3. Вот это уже жестко, кстати. А не подскажете, за кого там кто играет? Ну, я так понимаю, что все-таки СК за атаку. А, нет. На Б-планте, значит, за защиту. Ух, это жестко. ДТС сейчас могут отлететь. От ВСК. Хороший пистолет у бразильцев. Братьев Столеровых забрали, но 8-3. Не, на самом деле, в глубине души я очень хочу, чтобы Есахара выиграла. Потому что, если Есахара выиграет у ЕСЦ и попадет в финал ВЦГ, то это будет просто, ну, мега-фейл. То есть, команда, которая просто вот собралась там за неделю до ВЦГ... Э-э-э, чекните гитрайт, гитрайт, чекните! Ну, да, чекнули, отлично. Минус 3 отбито, и все, Роман Макаров 1 в 4. И он опять не чекает гитрайт. Да вы издеваетесь? Ой, смешно. 4-8. Так вот, если Есахара выиграет у ЕСЦ, то, скорее всего, попадет в финал, и... Это будет, конечно, прецедент. Это докажет, что тренироваться и, там, пуд-кемпы всякие устраивать бесполезно для команды. Просто вот, либо дано, либо нет. Ну, французы собираться умеют. Играть они, в принципе, умеют. Так, что у нас тут? Александр Запков тут выравнивает составы, 4 в 4, но хп уеха очень мало. И, наверное, сейчас будет врыв. Нет, решили похалдить. Ромочка забрал кольт. Посмотрим, как он тут будет. Тайминги, тайминги в исполнении Романа Макарова. Хорошие тайминги в исполнении Фолона. Фолон минус 3. Фолон минус 4. О, господи. Где тут моя ушанка? Нет, она. 8-5. Эх. Так, фулл эко. Вот Москва 5. Глок пауа. Ребят, пишите почаще счет в матчах параллельных. Очень интересно. Что же там? Вот отлично просто. Натыкали факсу тут свои. Каждый пробежал, каждый дал. 8-6. Так, Роман Макарова все равно пока лидер команды. 19 на 10. Так, а у бразильцев бит лидер. И что тут будет поджим? Да, агрессивный раунд. 2 банана, 2 центра. Бита вовремя забрали. Вовремя забрали Финекс. Ну, отличный раунд на самом деле для Москва 5. И все. Это должен быть раунд за Москва 5. Потому что на позициях бразильцев нету. И у них только вот возможность, наверное, пойти еще в одну аркаду. Так, ну что, Эдик. Эх, Эдик. Надо было тебе раньше выходить. В итоге помер ты и Хек. 2 в 3. Вот такой вот хороший раунд. Переворачивайся жестко. Для Москва 5. Фокс отлично. Ох, отлично. Братья Столяровы. Братья Столяровы. Конечно, украшения российской КС-сцены. Оба. Очень красивый стиль игры. И очень... Очень качественно, надежно. И вообще... Вообще все хорошо. Доси молодец. Минус фолла. 9.6. Первая сторона заканчивается на первой карте. Москва 5 выигрывает. Ну, и, наверное, все-таки уверенно. Ну, к победе. Так. ДТС 12.8. А как там у... Как там дела у французов, поляков? Собственно, их двух команд. Так, Пишоп тут у нас... Докладывает, что Титан прошел в полуфинал. Ого. Вот это на самом деле очень круто. Потому что, ну, в Старкрафте конкуренция гораздо жестче, чем в Контре. Там игроков гораздо больше. И... И там есть корейцы. Так, все. У нас пистолетка. Москва 5. Идет в аркаду. Закидывают хаебу. Просто совсем нагло. Вот это совсем нагло. Фокус. Ну, не надо так делать. В общем... Рома! Рома минус 2. И все. Выровнял составы. 2 в 2. Эдик отдался. До сямба. Так, по-моему, досю прочитали и пойдут в сна. Нет? Посмотрим, куда же... Куда же пойдут бразильцы? О, не-не-не-не-не-не. Отлично. Просто как по заказу. Вот чекнут или нет? Вот в чем вопрос. Да, чекнули. Это Fallen. Ребята, напишите, пожалуйста, счет ЕСахара против ЕСЦ Гейминг. Очень-очень вас прошу. Так, ну что, у нас тут 2 эка от Moscow 5 намечается. И что это значит? Это значит, что счет станет 9-9. И самое интересное у нас впереди на первой карте. Люрпис, кстати, в своем блоге на Хэпворк писал, что Moscow 5 встретится с Мэндик в четвертьфинале и Мэндик выигрывает. Вот так. Посмотрим. Пока что здесь Досер реализует свой Диггл неплохо. И бразильцы немножко испугались, по-моему. Думают, ну нафиг, не пойдем туда. Сами умрут от старости. Оп, 32 хп. Это так хорошо кто-то прошил. Кто же это был? Вот с этой позиции вспоминается хайлайт Эдика против TCM Гейминга, ниже Анексис. Где он на Диггловом раунде дал минус 4. Ну вот, даже в такой ситуации Эдик успел забрать полку. Да, Досер жалко не попал еще. Так, Хек еще минус 1 дал. Ну что, Рома 1 в 2. Вдруг. Ну 20 хп мало, конечно. Так, все мне пишут из КДТС. Пожалуйста, напишите ЕСЦ Гейминг против ЕСАХАРы. Как там? Да, забрали. Забрали ромочки, но хороший окраунд. Выбили девайсов. В принципе, все неплохо. 9-8. И сколько у нас человек? У нас человек почти 500. Отлично. Всем доброе утро. Уже, кстати, 9 утра в Москве. Уже пора бы просыпаться. Я вот в 4 утра встал. ЕСЦ Гейминг Сахара 4-4. Неплохо. Так, фокса забирают на бананчики. Драмер, здорово. Привет-привет. Всем привет. Смотрим игру. Так, ну то есть еще читать ситуацию, что здесь уже пойдет банан. И можем смотреть за Михаилом Столяровым. Он может тут раздать неплохо. Эх. Что-то как-то некучно пошло. Так, надеюсь, забрали. Ну и Хексис пойдет. Играет ли Мау Спортс? Нет, Мау Спортс не играет. Почему? Потому что у них датчанин есть в составе, а ВЦГ это только национальные команды, где представители одной национальности. Точнее, не национальности. Ну да, национальности. С одним гражданством. Ну так, нежданчик Хека поймали. 9-9. Как я и говорил. Празильцы. Ну и все, сейчас в закупке. Есахара. Отличную игру показывает. Я вам говорю, что Есахары там опытнейшие игроки. Но просто они столько лет уже не играют. Что там, Ригу. Йоши. Мерара. Ну, не знаю. Если они покажут какой-то очень хороший результат, там, не знаю, дойдут до финала, то просто медалям надо выдать. Хек тут на коврах у нас с АВПом. А тут никого нету. И сейчас будет перетяжка, наверное, опять под банан. А Фокс у нас с АВП нет. Фокс, наверное, без АВП нету. У него денег на АВП. Ох, какие шикарнейшие хае. От Романа и Фокса. Просто. Ну, просто божественно. Две хае убили всю команду практически. По крайней мере, раунд так точно. Так, тут уже Эдуард появился. И все хорошо. Только вот вышли. Фолланд с Наком. Вышли на центр. Так, тут сейчас будет встреча с Эдуардом. Эдуарда так просто не перестрелять. Ура! 10-9 и Moscow 5 начинают. Опять свое восхождение. Все-таки, какой бы состав команд не был на ВЦГ, сколько бы топов не приехало, все равно ВЦГ это ВЦГ как-то вот ощущается. вот эта атмосфера главного турнира года. Ну, все-таки, настолько пропитан своей эпичностью и историей, что, наверное, любая команда мечтает выиграть в ВЦГ. Так, сейчас тут Хека будут пытаться, наверное, уничтожить на Банане. Включим, наверное, Хека. Да, Хек сейчас с огнем играет. Повезло ему. Интересно, он инфу дал вообще? Да, Роман пришел на помощь. Роман как черный плащ. Так, ну что. Хекус. Вот так. Хекус получает... Хекус получил флэшус. И... Еще одна флэшка. Еще одна флэшка. Хек вообще ни черта не видит. И... И да, и поповещу в голову. Еще Роман без минуса. Ну... Да, ну и можно смело рисовать, на самом деле. 10-10, да, вот так. И... И просто рука-лицо сделать. ЕСЦ и Сахара 5-5. Ребята из Москву 5 правильно делают, что сейвятся. Да, 10-10. Ну что, я говорил, что бразильцы не подарок. И те, кто говорили там про 16-0, это... Ха-ха. Не бывать такому. Мандик это мандик. Бразильцы очень сильные, правда. Бразильцы, кстати, в ЭЦГ выигрывали. Когда-то давно. Так, ну что, вот сейчас Хек с Фомасом удаст хотя бы минус. Ха-ха, хотя бы неплохо. Хоть чуть-чуть поцел Эля. Да. Хек, а что ты ковры-то отдал? Я не понимаю, зачем? Там сейчас под флешечку запускают фолана с Наком. Так, и... Ну что, читают ситуацию вроде М5. Понимают, у них что-то врыв будет на самом деле под А. или не понимают. Такой сплит получился. 2 на 2 и 3 на 3. Две дуэли. Даже не знаю, за кем смотреть. Эх, Эдик. Так, это... По-моему, это 11-10 в пользу бразильцев, потому что Роман 1 в 3. Да, и он еще Фомас в руках. Конечно. Так, у нас что? 1 в 2. Тащим или нет? Не тащим. Фолан не промахивается. 11-10. Бразильцы выходят вперед. Ух. Плохо, плохо, плохо. Как я говорил, в Москва Флайв команда Морали. Если ее сейчас надломить, то потом будет очень-очень печально. Все. Надеюсь, что не надломит. Ну, здесь ика-раунд. Здесь уже... Не обидно умирать в факсу. Да, Сямбуту прячется. Доси молодчик. Ну, это известный баг, что когда ты стоишь в упор к сетке, ты все видишь. А когда ты далеко от сетки стоишь, вот там, на мостике, то ни черта не видно вообще, кто там, что там. вот таким вот хитрым способом два девайса отжали в Москва Флайв. Уходил, было 5-0. Прихожу, уже 10-11. Да, ребят, вот такая вот у нас сегодня игра. 8-6. Поляки впереди. Ну, что ж, будем... Не знаю, я хочу, чтобы выиграли французы, но я понимаю, что это, конечно, фантастика. Это как сыр Хохланд. Только еще круче. Ну, что, 10-12. Вот как все поворачивается. 6-1. Выигрывают майндик. Агрессивный раунд от Москва Флайв. Эдик тут поджимает полтора. Так, Эдик решил вообще пройти до ямы. И что? Так, а бразильцы? Бразильцы все это знают. Спокойно сидят на халде. Не суются никуда. Причем знают, где Эдуард у нас находится. Ну, Эдик одного забирает. Правда, дым тут ничего не видно. Вообще ничего не видно. Не видно никому, кроме Фоллана. Фоллан видит все. Эх, Хек, не перестрелял. Эля, у Эля там осталось 4 хп. Обидно, обидно. Так, ну, раунд еще далеко, далеко не проигран. Мне все-таки интересно, куда пойдет атака. На А или на Б? Походу, все-таки на А. Причем ковры, любимые ковры. Да, М5 их отдают. Так, минус Фоллана, Фоллана поймали. Леглом в руках, отлично. Пид еще разбился. Так, и Роман Макаров, один в один. Нет, два в один. FNX, он теперь уже один в один. И Фокс не успел умереть. Одиннадцатый раунд для Moscow 5. Ура! Фоллана надо убивать. Да, Фоллана надо убивать, только посмотрите на FNX, который идет 16 на 2. Фоллана всего лишь 8 на 3. Нет, тут все очень сильные игроки. Не первый раз я их вижу, и не второй, и не третий даже. FNX, бит, фоллан, наг, эль, ну, нет, тут все, все ребята дают жару. Так, вот сейчас будет просто встреча на Эльбе. Отлично. Ну, Дося. Дося это, Доси это Дося, а ФНХ это ФНХ. Они друг друга стоят. Эдик, Фокс, отлично, и 3 в 1. ФНХ. Ну что, Фокс за брата отомстил 12-12. Интересная игра, очень, очень равная. Ну, собственно, по счету все видно, по-моему. что-то вы давно мне не писали какой там счет поляков с французами. Опять поджим от мозга файв, банан поджали и обратно ушли. Очень правильное действие, наверное. Так, а вот то, что на центре сейчас творится, Эдик, ну, Эдик молодец, он выжил максимум, решил не бежать обратно в панике, все-таки дожал и двоих забрал. Дося на А, Рома на Б. И против них три бразильца. Тяжело, конечно, дурно. Ох, опять эти вездесущие тайминги. Дося! Да, не везет, не везет. Москов файв чуть-чуть. Очень много их убивают в бочок. В смысле бок, только уменьшитель наскательный. Не путайте с другим бочком. Гоша, включай вангу. Нет, рано еще вангу включать. Хочется интриги какой-то. Но тут так будет неинтересно, сразу будет понятно, кто выиграл. Так, ну, 13-й раунд Мандик берут. Террористы интересные. Разговорчики тут какие-то интересные пошли. Так, ну что, 12-13, у меня, блядь, еще есть деньги на закуп или нету? Нету. Два зацерленных нет, есть. Есть, да, дося только с деглом, а у Хека что? У Хека, наверное, нет, у Хека холит, отлично, 4 кольта, 1 дегл. Это очень интересно, сейчас будет вот рома, зачем так стоять? Ну, тебя же прострелят. Безбожно просто прострелят. Ром успел смыться и должен быть, должна быть стяжка под Б быстрее. Ну, Фокс, вот я не понимаю вообще смысл так стоять, Фокс. Зачем? Так, ну Роман тоже на самом деле сыграл не лучшим образом, Нак и ФНХ очень коцаны, очень коцаны, Дося, минус 1, и 1 в 1, 3 хп, отлично, ура, 3-3, фу, ФНХ конечно тащер. Финал, тогда финал, финал завтра, где-то примерно 6.30 утра. Если вы довольны, то да. Финал завтра в 6 утра, в 6.30 утра по Москве и комментировать его буду я. Все это Ванга. Да, это все Ванга, но браунд взяли. Так, ФНХ, как обычно, минус эдик. Ну, минус хек. Так, ну Роман хотя бы одного забрал, уже неплохо. у Романа правда, хп мало. Тут Лис, Лис, Лис может зажечь. Ой, Лис отличный, отличный хэдшот. Фокс, минус 3, не, минус 2. Так, Фоллан. Ну, Фокс, ну почему ты не убил Фоллан? У Фоллан 1 хп. И у ФНХ 16. О, хвалидол, ой, хвалидол. Дасямба, 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 держи тайминги, пожалуйста. Так, ну сейчас просто задача Ромы немножко застопить противников. Отлично. 7 секунд. Все, не успеет. Не успеет FNX, не успеет, он понимает это и сейвить. Панически просто. 14-13. Ух, два раунда до победы Москваф, три раунда до победы Мэндик. Казахи. казахи выигрывают первую карту против ИГГ. Казахи тащат, да. Казахи близки. Близки попасть в полуфинал, занять топ-4. Ну, это, конечно, круто будет. Так, собрали Миксулю перед ВЦГ и топ-4. Хоп. Так, закупочка плохая. Очень плохая закупка у бразильцев. Один калаш, четыре дегла и Москваф близки. Очень близки. Взять 15-5. Дасян, отлично, минус два дал. Валился, но тут Эдик еще есть. Эдик. Эдик. Хек. Хек. Хорошо. Все. Все хорошо. Не паниковать. 15-13. Все отлично. Ну, что, два маппоинта для Москваф и опять закупка на самом деле плохая у бразильцев. Очень плохая закупка. Там максимум клаша 3 будет. Сейчас посмотрим. Ну, так, ну, на калаш убитый калаш. Хороший поджим от Москваф 5. Они, по-моему, там вообще втроем на второй мидл ушли, да. А, Фокс уже не боится вообще. Шифт зажимает. Не зажимает точнее. Зачем? Между делом 4 в 4 ситуация и не все так радужно. Ну, поджали, конечно, знатно бразильцев. Як уже на респе просто сидит. Да, все, это 16-3 и это GG. Ну, где последний? Так, дед, давай сегодня. 16-13, ура. Вот видите, шапка не понадобилась. Поберегли ману на более важный матч. Я знал, я верил, я не ошибся. GG. Ждем вторую карту, пока оставлю вам музыку и маленький-маленький-маленький перерывчик. Музык. Музык.